Я, Розенкина Надежда Викторовна, проживаю по улице 9 января, дом 49. У нас проблема с отоплением квартир подъезда в 6, 7, 8 после капитального ремонта теплоснабжения в нашем доме. Тепло появилось только 9 декабря 2019 года после регулировки, после обращения во все инстанции, начиная от президента и кончая всеми службами нашего города. Единственное, наверное, помог 9 января лично в моей квартире были переварены трубы и появилось тепло с помощью представителя начальника фонда капитального ремонта теплотехника, фонда капитального ремонта Теплякова Олега Геннадьевича. Но на сегодняшний момент теплосеть не дает достаточного тепла, что было 9 января подтверждено приходом главного инженера Бударина, газовщиками и управляющей компанией, которые меня выталкивали из котельной, вместе с квартиросъемщиком из квартиры. После выхода из котельной я задала вопрос Бударину, куда делся счетчик? Он мне ответил, что мы его срезали, но жильцы за счетчик по учету тепловой энергии оплачивались жильцами дома 49 с марта 2017 года по июль 2018 года. Куда он делся? Неизвестно. Мне ответ Бударин так и не дал. После того, как не было тепла, мне пришлось обращаться к Теплякову, коллегу Геннадьевичу, с просьбой помочь с теплосетью наладить вопрос тепла в квартирах. Он дал команду Канищеву, Канищев пообещал, что будет совещание, на которое будет приглашена инициативная группа, но ВОЗ и ныне там. Пришла платежка опять за отопление, опять по среднему тарифу. В инспекцию обращались мы по поводу этих счетчиков. Занимаются отписками фонд капитального ремонта на управляющую компанию, управляющая компания на фонд, фонд на инспекцию, инспекция на фонд. Нас гоняют как футбольный мяч. Мы просим помочь решить вопрос возврата денег, за отопление которого в квартирах не было. И регулировка была проведена только 9 декабря в 13 часов, о чем есть квитанция из управляющей компании. Ответ из управляющей компании.